То, что касается сцен с Федей, я бы назвала всё это одной сплошной импровизацией, не выходящей за рамки текста, который написан, но всё-таки текст — это то, что внесёт в себе смысл, а человек наполняет его какими-то эмоциями. Поэтому мне кажется, что наши отношения с Федей — это в хорошем смысле импровизация. У меня есть ощущение, и может быть, это будет даже забавно, что в наших с ним семейных сценах, где мы играем мужа и жену, при этом сами отягощены, скажем так, семьями, в хорошем смысле, и у нас обоих более чем долгие отношения с нашими половинами, то, в общем, я не знаю, как у него, но у меня периодически возникает вот это ощущение обмена, обмена семейными энергиями. То есть он общается так, а я, оказывается, общаюсь иначе. Это забавно, мне это нравится, это что-то живое. Я надеюсь, что это будет видно. Я очень хочу думать, что это проявится как бы на плёнке и будет кстати. Мой опыт, мы меня уже называем, я как бы королева эротической драмы. У нас как бы всё, что касается сцен, постельных, эротики, как-то сразу я вижу, что вся семейная группа выдыхает, потому что здесь как бы будет нормально всё, потому что вроде как они друг друга чувствуют, знают, они вообще друзья. То есть для меня это не ново, для меня это не сложно, и в этом я тоже нахожу какое-то хулиганство, и там мы балуемся просто. А вот то, что касается действительно переноса проблем, которые могут быть у людей, которые долгое время живут вместе, у меня такого не было раньше, это немножко как хом-видео. Ну, в моём отношении к этому, не в подаче, не в том, как снимаются, а вот именно в моём внутреннем отношении к этому. Это любопытно.